Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. За время своего существования процедура банкротства физических лиц стала причиной возникновения множества мифов. Часто люди ошибочно полагают, что после завершения процесса банкротства им будет трудно получить кредиты в будущем, а также столкнуться с недоверием со стороны работодателей. Сегодня с моей гостью в студии мы развеем эти мифы и разберемся, как на самом деле все происходит. Гость в студии Мария Баржина, руководитель юридического отдела ООО «Консалтика Плюс». Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Ну что же, прежде чем мы будем развеивать эти мифы, о чем я заявила в начале программы, давайте все-таки начнем с понятия, что же все-таки банкротство. Понятие банкротства физических лиц появилось в 2015 году, оно было введено поправками в 127-й федеральный закон о несостоятельности банкротства. Что такое банкротство граждан? Это признанное законом неспособность гражданина в полном объеме погашать свои кредитные обязательства и вносить обязательные платежи. Ну вот когда физическое лицо все-таки может объявить себя банкротом, давайте, наверное, разграничим вот эти понятия, чтобы было понятно, да, нашим уважаемым телезрителям, вот на сегодняшний день я могу себя объявить банкротом или нет? Гражданин, который не в состоянии погашать образовавшуюся задолженность, может списать долги, обратившись в арбитражный суд с заявлением о признании его неплатежеспособным. Если сумма задолженности до 500 тысяч рублей, то гражданин, ну можно так сказать, у него есть избирательное право, то есть он сам принимает решение обращаться ему в суд, либо нет. Если сумма задолженности больше 500 тысяч рублей, то тогда в законе закреплена обязанность, гражданин обязан обратиться в суд и признать себя неплатежеспособным. Но тут важно еще помнить, раз в законе у нас закреплена обязанность, соответственно, есть и ответственность, нет, есть ответственность, и в данном случае физическое лицо подлежит административной ответственности, то есть его могут привлечь к ответственности, если он не исполнит обязанность, которая закреплена в законе. Хорошо. Банкротство все-таки это законно или мошенничество? Процедура банкротства – это полностью законная процедура списания долгов, которая регулируется государством, ничего мошенничества в этом нету, то есть это полностью законная процедура. Вот вы сказали, что человек обращается в суд, скажите, все-таки нужна какая-то посторонняя помощь, дополнительная помощь юриста, чтобы вести человека в суде и, соответственно, объявить себя банкротом? Либо это можно сделать самостоятельно, вполне понятная процедура? Ну, вообще в целом процедура достаточно сложная, и лучше обратиться к юристам, чтобы они вам помогли, потому что есть очень много нюансов, и процедура, у нас же есть внесудебная процедура, и есть судебная процедура. Вот именно судебная процедура, которая рассматривается в арбитражном суде, к ней привлекается финансовый управляющий, который будет рассматривать, можно так сказать, под лупой все сделки, которые были, предшествовали трем годам до подачи заявления о банкротстве. И без квалифицированной помощи, я думаю, будет очень тяжело. Обойтись. Да, есть очень много нюансов. Да, давайте сейчас рассмотрим, что будет с имуществом и доходами при банкротстве одного из супругов. Смотрите, доходы, личные доходы супруга по законодательству, это у нас неприкасаемо. Что же касается имущества, здесь важно определить, является ли имущество личным, либо это совместная собственность. Что у нас относится к личному имуществу? Это все имущество права собственности, на которое возникло до заключения брака, либо в период брака, но полученное по наследству, либо принятое в дар. Все остальное имущество, оно по общим правилам является совместной собственностью, естественно, если между супругами не заключен брачный договор. Так вот, если это совместное имущество, то оно будет включено в конкурсную массу и в процедуре банкротства будет реализовано. То есть 50% от стоимости данного имущества будет учитываться при расчете с кредиторами супруга, который проходит процедуру банкротства. А что значит учитываться? То есть оно уже войдет в эту массу и спишется в качестве долга? Да, да. А вот такой еще момент, что делать, если мошенники оформили, к примеру, на вас кредит, вот можно ли его списать через процедуру банкротства? Да, никаких исключений нет, то есть такие кредиты тоже списываются через процедуру банкротства. Но если вы стали жертвой мошенников, важно в первую очередь написать заявление в полицию. Даже если вы думаете, что мошенников не найдут, это будет очень важным доказательством в суде при рассмотрении вашего заявления о вашей неплатежеспособности. Но ведь бывают же такие ситуации, когда одни, к примеру, долги списать хочется, а вторые, к примеру, ну оставить, как вот, например, займо ипотеку, освободиться от нескольких других кредитов. Вот можно ли списать только некоторые долги, Мария? Нет, ответ однозначный нельзя. В процедуре банкротства можно списать только все долги, то есть гражданин не может выбрать, какой долг он хочет списать, а какой продолжит выплачивать. То есть если ты решил объявить себя банкротом и пройти через процедуру банкротства, то, соответственно, все долги, которые ты имеешь на сегодняшний день, не на завтрашний, на сегодняшний, ты их включаешь и они, соответственно, списываются. Скажите, а абсолютно ли все долги можно списать? Нет, можно списать не все долги, исключение это в первую очередь алименты, а даже если ребенку на момент банкротства одного из родителей уже исполнилось 18 лет, то обязательства по алиментам они не списываются, а также не списываются возмещение морального и физического вреда. Если мы рассматриваем банкротство предпринимателя, то не списываются задолженности по заработной плате, то есть сотрудниками в любом случае нужно будет расплатиться, и также не списываются обязательства по субсидиарной ответственности руководителей и учредителей юридических лиц. Поясните последнее, что это? Если гражданин был в руководстве юридического лица и к нему признана субсидиарная ответственность, то есть по каким-то долгам юридического лица, то такие долги также в процедуре банкротства физического лица не списываются. Это нужно знать, это нужно понимать, ну и наверняка юристы, да, вот перед процедурой банкротства это все объясняют, ну и соответственно как-то предупреждают. Вот такой еще вопрос, может ли наследник объявить себя банкротом, если он не способен выплачивать долги умершего, Мария? Да, но правильнее будет объявить банкротом умершего. Объясню почему. При процедуре банкротства, если будет банкротство умершего, то в конкурсной массе будет учитываться только имущество умершего. То есть имущество наследников никак не будет фигурировать. Но если будет объявлять себя банкротом наследник, и он принял долги умершего, то соответственно все имущество, которое есть у гражданина, оно будет включено в конкурсную массу. Ну то есть если ты принимаешь наследство, ты принимаешь его долги соответственно. И из этой массы наследства можно уже погасить как раз через процедуру банкротства уже долги умершего, правильно я вас понимаю? Да, да, да. Но все имущество, которое будет получено в наследстве и находится в собственности физического лица, оно будет включено в конкурсную массу, и из него будут погашаться долги. Так, а если все-таки еще останется наследство, например, погасили квартиры, а остался денежный вклад. Вот эти деньги, куда они пойдут, они останутся также у наследников? Да. Да. Хорошо. Правда ли, что детей инвалидов и пенсионеров не могут выселить из ипотечного жилья? Вот мой вопрос, ну а потом коснемся как раз ипотеки и банкротства. Нет. Заложенную квартиру могут продать и выселить из нее любую категорию граждан, то есть это не исключение. Единственное, есть рекомендации Банка России, что если, к примеру, торги не состоялись и собственником объекта недвижимости стал банк, то до 31 декабря 2023 года они могут не выселять проживающих там граждан. Но важно помнить, что это рекомендации. Рекомендация одна, но подождите, а вот насчет детей, давайте-ка поподробнее, а как же органы опеки, которые стоят на защите прав несовершеннолетних детей? Детей всегда регистрируют с родителями и вместе с родителями их снимают с учета. Вот давайте разберемся вообще в ипотечном жилье. Да, можно ли ипотеку считать, да, как против банкротства? Да, смотрите, если ипотечное жилье, это единственное жилье у должника, то оно в любом случае в соответствии с действующим законодательством, да, на сегодняшний момент, оно будет включаться в конкурсную массу и реализоваться. Вопрос исключения из конкурсной массы данного объекта недвижимости, который обременен ипотекой, он неоднозначный. Есть решения судов, где суды не исключают из конкурсной массы, но также суды могут исключить из конкурсной массы, если требования по задолженности, они незначительные и есть иное имущество. Ну вот также в Государственной Думе сейчас находится на рассмотрении проект поправок в федеральный закон, как раз-таки затрагивающий ипотеку. Если эти поправки будут приняты, то суды вправе будут утверждать мировое соглашение в рамках дела о банкротстве, либо план реструктуризации долга без обращения взыскания на ипотечное жилье, не спрашивая согласия кредиторов. Потому что сейчас очень часто возникают ситуации, когда у гражданина нет просрочки по оплате задолженности за ипотеку, но у него есть просрочка по оплате других кредитных обязательств, и она составляет более 500 тысяч рублей. Тогда кредиторы могут сами инициировать процедуру банкротства в отношении физического лица, и соответственно вот в рамках такого дела ипотечное жилье тоже будет включаться в конкурсную массу. Но это сейчас, если вдруг поправки примут, будет возможность. То есть правильно я воспонимаю, что как раз процедуру банкротства может инициировать не только физическое лицо, но еще и сторона кредитора, если задолженность более 500 тысяч рублей. Вот это очень интересно. Кстати, в какой момент из заложенного жилья как раз вот и выселяют жильцов, Мария? Смотрите, квартиру могут продать и с зарегистрированными, и проживающими там лицами. Соответственно, когда у объекта появился новый собственник, проживающие в нем люди, они должны данный объект освободить. Если это не происходит добровольно, то новый собственник обращается в суд с соответствующим требованием, и после того, как решение суда вступает в силу, уже подключается служба судебных приставов, и людей выселяют из жилья. Вот в нашем разговоре, в ваших ответах, вернее, появился новый термин «кредитная масса». Давайте-ка поподробнее, что это такое. В кредитную массу включается все имущество должника, все его активы. Также туда включается, вот как я уже ранее говорила, совместная собственность супругов. В рамках рассмотрения кредитной массы, в рамках дела о банкротстве, также будут анализироваться все сделки гражданина за предыдущие три года. То есть не получится так, что все имущество переписали и решили подать на банкротство. То есть все сделки за предыдущие три года, они будут анализироваться и, возможно, даже будут оспорены. Вот так вот. Но может ли должник сам, к примеру, продать заложенную квартиру, погасить часть долга и купить уже квартиру подешевле? Да, но важно помнить, что когда квартира находится в залоге, без согласия кредитора сделать это он не может. То есть если есть договоренности с кредитором, либо это банк, либо может быть какая-то другая организация, то да, должник может реализовать имущество. Обычно в договоре кредиторы настаивают, чтобы было прописано, что часть оплаты за объект, она как раз-таки поступала не на счет продавца, а уже на счет кредитора. Чтобы у них были гарантии, что при продаже объекта та сумма, которая необходима для погашения задолженности, она будет переведена. Вот чем дольше и больше я вас слушаю, тем я понимаю, что это ведь действительно очень непростая процедура, и воспользоваться ею могут, ну, все-таки достаточно ограниченное количество людей. В каких случаях кредитор может потребовать просто-напросто продать ипотечное жилье? По закону об ипотеке, если в течение года заемщик просрочил 4 или более платежей, то банк вправе требовать досрочного погашения задолженности и уже забрать квартиру. Ну, ведь разные же случаи бывают. Бывают и человек заболел, не работоспособен, потерял работу, тоже не кредитоспособен. Но ведь, то есть, такие жесткие условия, либо все-таки есть исключения из правил, Мария? Ну, есть исключения, это все нужно обсуждать с банком, есть кредитные каникулы, которые также предоставляются при потере трудоспособности. Также вот в период ковида были кредитные каникулы, предоставляются они на срок не более 6 месяцев, но это все уже обговаривается с банком. Обговаривается с банком и наверняка прописано в договоре, когда человек берет ипотеку, либо какой-то кредит. То есть, внимательно еще и документы нужно читать? Документы всегда нужно читать внимательно, особенно то, что написано мелким шрифтом. Ну, это как бы обязательно. Можно ли оплатить часть и списать полную сумму долга? В 80% случаев это миф. К данным ситуациям прибегают микрофинансовые организации, они приглашают граждан в свои офисы, устно обсуждают о том, что необходимо оплатить часть за должности, а остаток будет списан. Граждане верят, вносят деньги в кассу, им выдают документы, подтверждающие оплату, то есть, деньги никуда не деваются, но никуда и не девается остаток за должности. То есть, если вам поступило подобное предложение, нужно обязательно, чтобы оно было зафиксировано на бумаге, подписано сторонами, чтобы вы были уверены, что остаток за должности у вас действительно списывается. Мария, а можете вот сейчас в подтверждении вышесказанных ваших слов привести какой-то бытовой пример? Пример сложно привести, потому что каждая процедура, она индивидуальна. Очень много нюансов и в имуществе, и в долгах. Очень часто граждане становятся жертвами мошенников. То есть, это тоже не нужно упускать. Бывают случаи, когда граждане потеряли трудоспособность, то есть, они не могут работать, у них нету средств. То есть, каждый случай, он индивидуален, и вот так пример привести затрудняюсь. Но в любом случае, спасибо. Как списать долги пенсионеру? Давайте поговорим об этом. По закону есть два варианта списания за должности. Это через МФЦ, это внесудебное банкротство, оно является бесплатным. И судебное, то есть, через арбитражный суд. Весь нюанс в том, что на настоящий момент, то есть, сейчас, пенсионеры не могут обратиться во внесудебной процедуре. Почему? Потому что есть определенные условия и критерии для граждан, которые могут воспользоваться данной процедурой. Это сумма долга от 50 до 500 тысяч рублей. Отсутствие постоянного заработка, к нему приравнивается пенсия, поэтому пенсионеры не могут этим воспользоваться. Отсутствие имущества. И еще один критерий, это оконченное исполнительное производство по пункту 4, часть 1, статьи 46. Это отсутствие имущества для погашения за должности. Поэтому на настоящий момент пенсионеры могут обратиться только через суд. И данная процедура будет платной, потому что там дополнительные расходы, такие как госпошлина, оплата услуг финансового управляющего, публикации. Ну и плюс, если будет привлекать юристов, то тоже это будет за отдельную плату. Да, но 3 ноября вступает в силу поправки федеральный закон, и пенсионеры смогут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства. То есть там добавляются дополнительные критерии. Как раз таки вот пенсионеры попадают под эти критерии. Ясно. Все-таки время, как говорится, деньги. И сколько нужно времени, чтобы освободиться от долгов полностью? В среднем процедура занимает от 6 до 10 месяцев. А вот за это время нужно будет платить по долгам, по кредитам? Нет. То есть это все входит? Вот расскажите, как все это происходит. Интересно. Вообще важно помнить, что банкротство – это государственная процедура, у которой есть определенный порядок, и все это разбирается в судебном процессе. То есть подробнее останавливаться на этом, наверное, нет смысла, потому что в законе четко определенный порядок обращения гражданина, а дальше уже выступает финансовый управляющий, начинает проверять сделки, проверять документы, которые предоставил гражданин. То есть эта процедура достаточно длительная. Это не за месяц происходит признание гражданина банкротом и списание его долгов. То есть тут еще нужно суду проверить обоснованность заявления граждан. А почему так долго, Мария? Ну вот потому что проверяются документы и за предшествующие три года. Также необходимо оценить полностью финансовое состояние гражданина. И этим всем занимается финансовый управляющий, правильно я вас понимаю? И арбитражный суд. И арбитражный суд. То есть один финансовый управляющий, одно дело, либо он ведет несколько дел одновременно. От этого зависит срок? Срок зависит от арбитражного суда. Да. То есть он зависит только от суда. А могут ли изъять единственное жилье из-за кредита? Тоже очень важный вопрос, расскажите. Ну вот как ранее я уже говорила, если жилье приобретено в ипотеку, то на настоящий момент да. Да. Более единственное жилье ни по каким основаниям изъять не смогут. Даже если не могут изъять земельный участок, на котором построен жилой дом, который является вашим единственным жильем. Да. Но вот все-таки какие документы при банкротстве физического лица необходимы? Полный перечень закреплен в законодательстве. Во-первых, это заявления. Документы, подтверждающие личность должника, это паспорт, ННН, skills. Далее документы, подтверждающие семейное положение, это свидетельство о браке, либо о расторжении брака. Брачный договор, если он есть, потому что это важно. Необходимо определить, как раз таки вот мы с вами обсуждали, совместное имущество это, либо личное. Также необходимо предоставить свидетельство о рождении детей, если есть несовершеннолетние дети на момент обращения в суд. Также предоставляется информация по лицевому счету в виде справки. Она получается в пенсионном фонде, либо в МФЦ. И если должник имеет тяжелые заболевания, либо инвалидность, то в обязательном порядке нужно приложить документы, подтверждающие вот эти вот заболевания. Также прикладываются документы о финансовом положении должника. Это справка о доходах, причем справка о доходах берется от всех работодателей за предшествующие три года. Опись имущества составляется, выписки из банковских счетов и вкладов, про устанавливающие документы на недвижимое и надвижимое имущество, то есть и на квартиры, и на автомобили, и на все. И подробные документы, подтверждающие сумму задолженности. То есть это кредитные договоры, исполнительные листы, решения судов, претензии, даже там квитанции по задолженности услуг по ЖКХ, где будет указана сумма задолженности. Очень много документов перечислили, и возможно, в некоторых случаях, может быть, они и могут быть не в наличии. То есть их еще нужно будет восстановить, и все-таки, наверное, больше этим занимаются юристы. Правильно я понимаю? Ну вот, Мария, какие последствия признания гражданина гражданином банкротом? Вот последствия слова мне не совсем нравятся, но несет какой-то, может быть, всегда более негативный характер. Но все-таки в чем плюс банкротства, проще говоря? Плюс в том, что в сложной ситуации гражданин может списать свои долги. Но как таковых вот последствий, про которые вы изначально спросили, их не так много. То есть в течение пяти лет гражданин может брать кредит и займ только с уведомлением кредитора о том, что у него была процедура банкротства. И в течение трех лет гражданин не может занимать должность в органах управления общества с ограниченной ответственностью, примерно, в организации. Да. Ну и признание, последствия признания предпринимателем банкрота тоже имеют место быть. Давайте поменем и о них. При признании предпринимателя банкротом в первую очередь утрачивает силу государственная регистрация физического лица в качестве предпринимателя. И также аннулируются все лицензии, которые были ему выданы для ведения отдельных видов деятельности. Из последствий в течение пяти лет гражданин не может заниматься предпринимательской деятельностью, то есть он не может вновь получить статус предпринимателя. И также в течение пяти лет он не может занимать должности в органах управления юридических лиц. Ну что же, подводя итог к нашему с вами сегодняшнему разговору, первый, наверное, под вопрос у меня будет действительно сегодня, на данный с вами момент процедура банкротства среди физических лиц актуальна? Очень актуальна. На настоящий момент более 600 тысяч людей уже обратились за списанием своих долгов. То есть данная процедура очень актуальна, но с учетом того, что 3 ноября вводятся поправки, то есть будет возможность пройти внесудебную процедуру банкротства, которая, повторюсь, бесплатная, и сроки у нее гораздо меньше, чем у процедуры, которая рассматривается в арбитражном суде. Там, конечно, есть свои нюансы по суммам задолженности, но вот если гражданин попадает под все критерии для внесудебного банкротства, с 3 ноября она будет более доступна. Ну что же, я благодарю вас за ваши компетентные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С», ну а гостей в студии была Мария Баржина, руководитель юридического отдела ООО «Консалтика Плюс». Всего хорошего. До свидания. До свидания. «Консалтика Плюс» – это надежная поддержка бухгалтеру и юристу. Это специализированные вебинары с известными лекторами. Это консультации профессиональных экспертов. Это подарки, акции и бонусы. «Консалтика Плюс» – поможем разобраться в законах. Оставьте заявку на сайте консалтика.ру